В общем, сегодня не будет высоких оценок, наверное, пока гимнасты не очень готовы. Да и вот я смотрю предварительные соревнования, 9,2, самую высокую оценку Подгорного. Пока сакробатика не очень. В общем, месяц остался, и нужно его использовать. Будет очень-очень активно. На ваших экранах... Сиднов, Сергей. Сергей Сиднов. Но этот гимнаст пока, в общем, себя особо не проявил. Ну, так как он вошел в финал на вольных упражнениях, и видно, что он, собственно, справляется с акробатической частью в этом виде гимнастического многоборья. Поэтому он не случайно, он и показал первые две линии, солидные очень. Вот такая стойка на кистях, это элемент обязательного условия в вольных упражнениях для мужчин. Вот здесь дышит он. Естественно, дышит, восстанавливается, чтобы ему все-таки хватило сил. Вот, видите, какая ошибка. Он очень сложный, значит, сделал двойной твист, но как мы с вами успели увидеть, и успели увидеть это судьи, с приземлением, ну, такую значительную ошибку, как минимум. Ну, и не очень он доволен. Потом, вот как-то, знаете, я о чем все время смотрю, и мне думается, либо хореографа нет сейчас в сборной команде, либо не обращают они внимания на это. Ну, все-таки это праздник, гимнаст должен представиться, он должен понравиться и судейской коллеге, и зрителям. А у него кислофизиономия, как-то вроде непраздничная, как бы это делается во время тренировки. С этим я не хочу согласиться. Надо преподносить себя. Ну, не каждый умеет преподносить себя, как Алексей Немов, правда? Ну, Немов — это артист. Даже о Бондаренко мы говорили, что, в общем, его лицо, его выражение лица всегда удрученное. 8,5 оценка. Видите, пока весьма-весьма скромные оценки идут. И даже первый наш, Анадолий Васильев, который...